На прямой связи с нашей студией журналист из Израиля Игорь Лернер. Игорь, здравствуйте. Что говорит сообщество экспертное в Израиле? Здравствуйте. Действительно, сообщения о нанесении ударов или о серии таинственных взрывов на территории Ирана сегодня заняли достаточно видное место в сообщении израильских СМИ. Но прежде всего наши электронные медиа, а также газеты отмечают тот факт, что, скажем, Исфакан, один из промышленных центров Ирана, там вроде бы как произошла серия взрывов на заводе по производству беспилотников. И там же, опять же, по сообщениям израильских СМИ вполне может находиться крупный ядерный центр. Ну, наши журналисты, комментируя сегодняшнее сообщение и сам факт нанесения ударов, или, опять же, просто само по себе, самопроизвольной серии взрывов, отмечают тот факт, что в ноябре 2021 года уже произошло нечто подобного. Была серия атак, ну, в частности, на авиабазе к западу от Ирана при помощи беспилотников, ну, вроде как, шесть беспилотных летательных аппаратов большой мощности, ударные, принимали тогда участие, ну, вроде бы как, удалось уничтожить вот тогда эту базу. Израильские СМИ, также разбирая вот эту серию атак, отмечают недавнее, буквально пару дней назад, выступление посла Израиля в Германии Ави Просора, который заявил о том, что Израиль помогает Украине намного больше, чем он говорит, ну, в частности, и в этой связи посол Просор упомянул тот факт, что Израиль сотрудничает с Украиной в деле борьбы с иранскими беспилотниками, с теми же самыми шахедами или с теми же самыми гераниями, которые активно используют российские войска в войне в Украине. Многие в Израиле отмечают также тот факт, что приход к власти правительства Нитаниягу сопровождался целой серией разъяснений по поводу самых главных целей новой коалиции, как во внутренней, так и во внешней политике. Что касается вот именно иностранных дел, то с точки зрения Нитаниягу самая главная проблема для Израиля – это Иран. Речь идет об угрозе самому существованию государства Израиля. И здесь, как заявил Нитаниягу уже после прихода к власти на серии совещаний со своими приближенными к нему людьми, именно проблема Ирана стоит на первом месте в списке приоритетов, поскольку, еще раз повторю, с точки зрения официального Иерусалима, речь идет именно об угрозе существования государства Израиля. Кроме того, сообщения о взрывах в Иране появились буквально вот спустя очень короткое время по окончании учений военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки и Израиля. Основная часть этих учений проходила в воздушном пространстве Израиля. Все отметили, что в ходе учений пилоты и вообще военно-воздушные силы двух стран отрабатывали полеты на дальние расстояния, и также ракетно-бомбовые удары по объектам, которые находятся глубоко в земле. 142 самолета различных типов и марок принимали участие в этом довольно демонстративном виде учений. Ну, опять же, наши военные, американские военные, комментируют эти маневры, заявили о том, что мы сейчас находимся в состоянии повышенной боевой готовности. Никто не знает, как Иран отреагирует на нынешние резкие изменения как на мировой сцене, так и в региональном контексте. Поэтому, как говорят в армии обороны Израиля, как говорят в правительстве Израиля, все опции открыты, все возможности в противоборстве с Ираном также находятся на столах политиков и высокопоставленных военных. Уровень угроз со стороны Иерусалима в отношении Тиграна повысился, так же, как и уровень угроз со стороны Исламской республики в отношении еврейского государства. Большое спасибо, Игорь, за комментарий. До свидания. Игорь Лернин, журналист из Израиля, был на связи с нашей студией. Продолжение следует...